Всем привет! Меня зовут Шонгий Затулин. Вы смотрите Варп Маяк и рубрику Либрариум. Let the battle begin! Вархаммер Фэнтези Бэттлс Цикл Энд Таймс, или Конца Времен, охватывает огромное количество событий, которые впервые за 30 лет истории мира Молота Войны привели к эпохальным переменам Вархаммер Фэнтези Бэттлс. Война разгорелась во всех уголках мира, а истории многих персонажей и сюжетов придут к логическому финалу. Поэтому, чтобы как можно больше и точнее рассказать об этих событиях, выйдет несколько выпусков Либрариума, посвященных Концу Времен. Приятного просмотра! С уст умирающего Карла Франца сорвалось лишь одно слово. Сигмар! Ясно. В этот же момент, когда коса Отто Глотто была занесена для последнего удара, весь Альдорф утонул в вспышке света. На место, где лежал окровавленный император, из разверзшихся небес обрушился сгусток энергии в форме двуххвостой кометы. Когда она взорвалась, из огня вышел Карл Франц. Полностью восстановленный, он сжимал молот Сигмара, Галмарас, который искрился молниями. Это был не инструмент из металла, а сама душа легендарного оружия. Хера. Ужасающий размер Гурка больше его не спас. Один удар молота просто разбил его напополам. Отто был испепелен энергией, которую владыка людей выпустил из своей руки. Айтрак вовсе распался на тысячу мух и бежал с позором. Сука ссыкливая. Нормально. Короче, Сигмар дал ему свою силу. Восправшие духом защитники Альдорфа по главе со своим лидером освободили столицу квартал за кварталом. Оставшиеся нурглиты, лишенные своих полководцев и понесшие огромные потери, были рассеяны и в страхе бежали в леса. Но даже там мстительные отряды имперцев и бретонцев настигали их, не давая перегруппироваться. Однако слишком далеко от города силы порядка не отходили. Слишком многих они потеряли за долгие дни битвы. Карл Франц! Вновь восьмногих они потеряли за долгие дни битвы. У меня такое ощущение, что тут даже птица кого-то хуярит. С палкой в лапах. С оружием каким-то. Да? Ну, типа того. Карл Франц вновь восседал на своем троне во дворце Альдорфа. Хоть столицы и большинство селений и провинции были изрядно разграблены, за месяцы после победы они вновь потихоньку наполнялись жизнью. Люди возвращались из своих укрытий, а чума отступала там, где шел император. Но за это время улыбка ни разу не озарила его лицо. Больше половины населения империи погибло. Хаос все еще не был изгнан с ее земель. Ну, логично, типа, ну, живой и хорошо. А улыбаться-то поводов не особо дофига. Самые мрачные новости приходили с севера. Тысячи драккаров пересекали море когтей, недалеко от берегов провинции Нордланд. Каждый из них нес на себе символ трехглазого короля. Архаон, владыка конца времен, был уже близко. Пока Нагаш был занят походом на Нихикхару, а королевство людей в Старом Свете сражались за выживание, эльфы Ультуана и Нагорота бились не менее яростно. Сначала темным и высшим эльфам пришлось столкнуться с демонической угрозой. Масштабное вторжение на земли Асуров было остановлено лишь когда Тирион, потомок Айнариона и его брат Теклис, архимаг Сафери, объединили и возглавили силой всех десяти княжеств. Огромное количество эльфов тогда погибло, а многие крепости и города были уничтожены или сильно повреждены. Кроме того, с самого начала войны король Феникс ни разу не явился своему народу в час величайшей нужды. Фенубар Марих... Ну, чё это так? Ход заперся в своей башне в латерне, а его личная стража, белые львы Крейса, не позволяли никому даже приблизиться к монументу. В то же время в Нагороте темные эльфы сдерживали бесконечные армии, идущие на них с севера. Как только они уничтожали одно войско, сразу приходило другое, еще мощнее. Ситуации не помогала и сама природа друг Ки. Многие владыки ужаса увидели в смуте возможность возвыситься. Некоторые увели своей армии, чтобы сразиться на вражеских землях и завоевать силу и славу. Никто из них не вернулся. Гениально. Иные же владыки строили заговоры против короля-чародея Малекита, и вскоре их головы украшали стены Нагоронда. Малекит понимал, что долго так продолжаться не может. Он созвал всех своих живых и, насколько это возможно, верных вассалов. Его приказ был прост. Собрать все войска и выступить в последний поход на Ультуан. Малекит, я уже не уверен, что помню. Это ж сын, по-моему, этой эльфийки. По-моему, да. Которая там стала потом хуй знает чем после перерождения мира. Ну, после уничтожения мира. По-моему, он у нас сзади и тусит. Среди собравшихся отсутствовала его мать и вечный союзник. Во главе Великой Армии он двинулся к ее городу Гронду. Маратти скептически отнеслась к его идее и разругалась с сыном, отказавшись выступить со своим войском. Однако на следующее утро врата Гронда распахнулись, и из них вышли легионы во главе с Друсалой, первой прислужницей Маратти. Какие цели преследовала ее госпожа и что заставило ее изменить решение, сказать было сложно. По крайней мере, пока. Красивая. Если ты выступишь на Ультуан, ты потеряешь все. Твои земли падут, твое существование потеряет смысл. Все, что делает тебя самим собой, то, что делает тебя моим сыном, обратится в прах. Даже твое имя перестанет принадлежать тебе. Я скорее смирюсь с твоей смертью. Маратти Маликиту перед походом на Ультуан. Други, они же... Да. Темные эльфы уже множество раз высаживались на берегах Ультуана. Цель Маликита всегда была одна. Покорить своих светлых братьев, а самому получить трон короля Феникса, право, которым ему было отказано почти шесть тысяч лет назад. Хера. Фортификации Асу... А он, оказывается, до хера живет уже. Куров, то есть высших эльфов, до этого дня всегда выдерживали любые осады, а их защитники, сплотившись, одолевали армии темных эльфов. Но на этот раз все было иначе. Ведь Теклис, верховный маг Сафери, уже давно втайне заключил союз с владыкой Нагорота. Да, ёб... Волшебнику явилась эльфи... Ну, а куда без гнид? Они везде будут, в любом случае. Хоть где-то будет, но этот... Крысица... Крысица... Острашающе обуглилась, а сам он был изгнан вместе со своим народом. Все последующие владыки Асуров были лишь недостойными самозванцами, которые с помощью чары оберегов проходили испытания огнем. Хля, чей! Читаки! Да, богоюзеры. Вообще охеревшие. Да, они становились королями, но боги карали их за это. Все они постепенно сходили с ума и погибали. А последовавшие тысячелетия братоубийственной войны были лишь проверкой высших сил, призванной закалить характер и душу Малекита. К союзу также присоединился Имрик, князь Калидора. Доводы Теклеса и щедрый дар Малекита, сотни драконьих яиц, сделали свое дело. Как бы ни выглядело это на первый взгляд, это был не совсем подкуп. Спасение целой расы рептилий, которые были во многом основой культуры Калидора, было щедрым жестом. Стоит сказать, что Теклес уже давно работал над своим собственным, одному ему известным планом. Ответственность за смерть племянницы Алиатры лежала именно на нем. Архимаг знал, что слуги Нагаши планируют воскресить великого некроманта и понимал, что сила владыки мертвых может понадобиться в грядущих событиях. Он помог осуществить им свои махинации, не дав Териону лично спасти дочь. В то же время он не предостерег нежить о происхождении принцессы, заведомо ослабив ритуал так, чтобы ограничить силу Нагаша. Я помню, помню это. Она была не дочерью своего папки, а дочерью другого чела. Да? Разве? Да, она была не дочерью правителя, ее, короче, мамка нагуляла. Я уже про вот это про то что... А это он, получается, он знал об этом, но не предупредил слуг Нагаши. Ритуал немножко, ну, крашеный получился. Ясно. Насчет этого чела я не очень помню. Я помню, что там был чел, кто поехал за ней, то ли батя, то ли дядя, которые пытались спасти ее и яростно просрали. Так сказать, не был... По-моему, я настоящий батюк. Да, возможно. Не получилось, не фартануло. Маликит был также посвящен в этот план, а Марати играла по-своему, пытаясь им тайно помешать. Маликит начал свое вторжение, отправив армию во главе с Маусом Темным Клинком и Друсалой на взятие Орлиных Врат. Древний эльфийский бастион удерживал проход к сердцу Ультуана. Там, в центре материка, находился Великий Вихрь и Проклятый Остров. Именно на нем хранилась погибель Айнариона, меч Кхейна по прозвищу Вдоводел. Врата же охраняются... Любят так мечи называть, где в любой... Очень часто такое название проскакивает у мечей. А ты знаешь, кстати, что оказывается в английском языке, это язык оригинала многих этих эпосов, которые мы знаем, любим. Вообще-то все корабли, все клинки женского рода. Да? Прикольно. Поэтому это Вдоводелица, скорее всего. Я только недавно об этом узнала. Я не знаю, насколько это правда, но это забавный факт. Я, по-моему, и раньше не дослышала, что корабли называют, типа, не Ит, а Ши. Не знал. Ну, что-то неодушевленное, а, типа, она. Прикольно. Что ты дергаешься? Что тебе надо от меня? Берёт меня что-то щупает, ковыряет. Чё-то фиксировал. Хранял внушительный гарнизон, и при прочих равных он устоял бы, как всегда было до этого. Но его стены были сильно повреждены во время недавних вторжений демонов. Защит. А, я вспомнил, что это вот. Мне интересно, откуда ролики все игровые. Я так понимаю, это с этого. Как она? Господи, ты боже мой. Ну, короче, Вархаммер стратегия, которая. Он Фалгар там написал, напомнил. Что там было? Пытались спасти друзья настоящего батька, которые самоубились обман Фреда и Аркхана. А, ну вот, да, я помню. Что было что-то жёсткое и такое неприятное. Было жалко девчулю. Защитники были вынуждены построиться в поле, чтобы дать отпор захватчикам. Кроме того, король-чародей надеялся, что в ходе битвы получится разобраться с Малусом. Заносчивый лорд Хак Граэфа давно мечтал узурпировать трон Нагорота. И Малекит видел возможность избавиться от потенциального предателя руками высших эльфов. В ходе битвы владыка Малус не смог сдержать Царкана. Демона, который вселился в него во время его странствий. Тварь питалась возросшей силой ветров магии и, наконец, вырвалась на свободу, сломив волю хозяина. Кожа на теле Малуса порвалась. Доспех рассыпался, а кости перестроились по прихоти демона. В ярости и упоении он крушил асуров, древних врагов хаоса. Это заметила Друсала. Ее заинтересовали возможности Малуса как потенциального союзника. Так что она на время укоротила демона и восстановила тело лорда. Ясно. Такая вот темная жезда. Чпок, успокойся, успокойся! Бонька. Да-да-да, опять Бонька. Я могу заставить тебя. Эта боль. Эти страдания. Что? Сорян. Мне этот голос кажется странным. Каким-то совратительно кринжовым. Ну, бывает. Что, больше, что я уеду из кадра? Такая, до свидания, это для меня слишком, да? Мне так комфортнее и теплей. Ты замасаешь, что ли? Нет. А, ну ты, дурачок, просто ясно. Э, дикая магия гор. Я глубоко отпил из них. Больше ты не можешь меня сдерживать. Но я не могу сражаться одновременно с тобой и твоими врагами. Думаю, у тебя та же проблема. Демон Саркан обращается к Малусу. В битве у Орлиных врат. Я понимал, что это демон, но да, самозвучание голоса. Но исход боя был по-настоящему решен, когда на горизонте появились драконьи всадники Калидора. Высшие эльфы... Калидор. Тумаретка. Да-да-да. Блядь, по-моему, мы ту же самую хуйню говорили в прошлый раз, когда это слышали. Кепчук. Кепчук, да. Длбоёбый, блядь. Вы поначалу обрадовались. Думаю, что легендарные воины явились им на помощь. Но их надежда обратилась прахом. Как и их тела. Когда с небес обрушились толпы огня. А кавалерия драконьих рыцарей, которая изначально билась рядом с ними, атаковала их построение с тыла. Так пали великие Орлиные врата. Стоп, они вредали их? Что мы запизделись? Он был по-настоящему решен их врат. Но исход боя был по-настоящему решен. Когда на горизонте появились драконьи всадники Калидора. Высшие эльфы поначалу обрадовались. Думаю, что легендарные воины явились им на помощь. На их надежда обратилась прахом. Мы уже яички заплатили, драконьих. Я думал, кто-то из эльфов... А, ну, Малусы заплатил. Не Малусы, господи. Маликит. Маликит. Маликит, Маликит. А за яичкой они такие... Да, окей, все, мы с вами. Яички, да? Яички! Дай срок, конечно. А че тебе не нравятся в... Яички! Свои прищемилы тут орет. Ну не могу ж я твои прищемить. Ты их прячешь внутри. Ой, блядь. Когда с небес обрушились толпы огня. А кавалерия драконьих рыцарей, которая изначально билась рядом с ними, атаковала их построение с тыла. Так пали великие орлиные врата. В это время... Все демоны и слонеж имеют такой голос. Какой кривжовый! Ну, типа, свратительно. Ну что, детка? Так вот, кто в нас селялся, когда мы пытались в озвучку. О, май. Надо больше придыханий, эротичности. Надо больше криминги. Что с тобой? Ты живая? Наверное, ненадолго. Он требовал встречи с Фенубаром. Капитан белых львов Кархилл поначалу наотрез отказался впускать в запертую башню защитника Ультуана. Такой думаю, ну да, теперь понятно, в принципе, зачем этому четырехрукому еба-демону четыре руки. Чтобы больше членов поместилось, блядь. Чтоб голландский штурвал был по-настоящему интересным. Ага. Ну или устричек. Они же, блядь, слоней шииты. Угу. Такие. Однако Кархилл был не только телохранителем, но и старым другом короля Феникса. А потому его обеспокоенность взяла вверх над клятвами. Он лично выбил зачарованные двери своим топором. Когда они с Тирионом вошли внутрь, то увидели ужасную картину. Фенубар-мареход был мертв уже как минимум несколько недель. Труп его был покрыт ужасными ранами, а в остекленевших глазах застыло отчаяние. Правящие элиты без долгих раздумий возложили на Тириона обязанности регента Ультуана. Так как у его предшественника не оставалось наследников, это означало, что, защитив родину от Малекита, потом Акаэнариона мог стать следующим королем Фениксом. Он показал себя хорошим управителем, посвятив следующие несколько месяцев укреплению границ и сплочению вечно разрозненной знати. Однако на сердце у него было тяжело. Он терзал себя мыслями о судьбе своей дочери Алиатры. Его возлюбленная Алариэль была далеко, в лесах Атель Лорена, а брат и верный друг Теклис куда-то пропал. Он желал выехать на битву против своих темных собратьев, но пока был вынужден оставаться в столице по требованию совета. Но когда силы Малекита прорвались через Орлиные ворота, Сирион выступил во главе войска. Другхи направлялись вглубь острова. Регент понимал, что войска короля-чародея идут к проклятому острову, где находится меч Кхейна. По пути туда защитник Ультуана принял бой с придевшей, но все еще грозной армией Мауса Темного Клинка. В битве он лично сразил Тулариса, самопровозглашенного пророка Кхейна. Пока они обменивались яростными выпадами, Малус Темный Клинок выжидал удобного момента. И когда Тирион одолел противника, Лорд Ужаса был готов нанести смертельный удар со спины. А крыса! Вот только Друсала имела другие планы на Тириона. Она сняла чары, которые удерживали Дзаркана под контролем. Демон вырвался, вновь калеча тело своего носителя и тем самым остановив коварное убийство. Итог для твари был печальным, как и для всей армии Темных Эльфов Мауса. Оставшиеся Друки бежали или были казнены, все кроме Друсалы. Она открыла Тириону свое истинное лицо. Маратти. Все это время она была на Ультуане. Вскоре, после длительной личной аудиенции в его шатре, она стала постоянным спутником и... Длительной? Маратти, а кто такая Маратти? Мамаша Малитита. А, мамаша, точно. Хитрожопая, она ж вознеслась потом. Да, и судя по всему, длительная в шатре тоже возносилась. Угу. Она-то еще та, это... Вознесенная. И советником Регента. Она открыла ему глаза на махинации Теклиса, брата, которому он доверял безраздельно. Узнав о таком вероломном предательстве, а также о смерти друзей и дочери, он впал в отчаяние, которое чародейка рада была подпитывать. Делала она это не только из корыстных целей, а еще из-за извращенной любви, которую давно испытывала к Тириону. Через боль она хотела закалить его и привести к триумфу. Вот только истинная тьма ее побуждений была сокрыта от потомка Айнариона. На самом деле, Маликит не желал себе меча Кхейна, ибо знал, насколько опасно это проклятое оружие. Он понимал, что сила, которую дает меч, не подвластна владельцу, и является лишь обманом, через который Кхейн усиливает свое влияние. Какой эффект присутствие бога резни убийств оказывает на мир, было примерно понятно всем. Блять, резни! Че еще? Особенно в руках могучего потомка Айнариона. Так что, узнав, что Тирион направляется к проклятому острову, король-чародей двинулся ему наперерез. Он намеревался любой ценой не дать защитнику Ультуана обрести эту разрушительную силу. Ступив на остров, войска Маликита сходу приняли бой с многочисленными защитниками алтаря. Алит Анар, король теней, хотел сразить короля-чародея издалека при помощи своего магического лука. Тени Клинок, величайший ассасин Друкхи, тоже ожидал своего момента. Приказ убить Маликита поступил к нему от самой Маратти. Ассасин был против, но ведьма околдовала его разум. Войска на... Таеб! ...нагорода теснили ассуров, а сам владыка темных эльфов на своем черном драконе... ...выкашивал целые подразделения противника. Его меч — уничтожитель. Слегка целые пыссуров, а сам владыка темных эльфов на своем черном драконе, выкашивал целые подразделения противника. Его меч — уничтожитель. С легкостью разрезал броню и плоть, а заклинания выжигали врагов десятками. Аля какой-то блестящий. Гуталином намазался, видать. Да это, по-моему, этот, забрало шлема. Возможно, но он же вроде темный. Оно красивое. Собака сутула! Чисто найтушка на лотке. Да-да-да. Тем не менее, его дракон был тяжело ранен стрелой короля теней. Тогда ударил и тени клинок, нанеся точный удар в спину Малекита. Он стал первым и единственным. Ведь Малекит знал, какими ядами пользовался его бывший слуга. Так что уже давно привил себе иммунитет. После мощного удара латной перчаткой в челюсть, несостоявший убийца поспешил скрыться в тенях. Когда победа темных эльфов была близка, подошла и третья армия. А лучник чё? Когда он там стрельнет? Или чё, Акела промахнулся и обоссался? Про него уже сказали. Сказали, что он... Король теней. Нет, что сказали... Король теней, про него уже сказали. Какой король теней? Ну вот это он. Ну, я понял, но он же хотел в него выстрелить с лука. Про выстрел пока ничего не говорили. Я об этом. Объединенное войско Асуров Тириона и предателей Други Марати вступило в битву. Пока три войска сражались, потомки Айнариона, король чародей и защитник Ультуана сошлись в дуэли у подножия алтаря Кхейна. Они не произнесли ни слова. Оба понимали, что на этот раз для одного из них этот бой станет последним. Тирион, безусловно, был величайшим воином эльфийской расы, но и Малекит был сильным бойцом и могучим заклинателем. Оба были одеты в магическую броню, и вооружены волшебными клинками, солнечным клыком и уничтожителем. Ну все правильно, нормальный баланс. Тут это зайдет какой-нибудь там перекачанный по стату. К этому моменту повелитель Други был уже измотан и ранен. Он смог сбить шлем с Тириона, но тот в ответ сильно ранил его руку, которая сжимала меч. В отчаянии Малекит призвал всю мощь своих чар и запустил в Регента потоком темного огня. Голова, незащищенная шлемом, пострадала больше всего. Прекрасные волосы сгорели, а светлая кожа почернела и лопнула. Ага. Жесть. Неприятно. В гневе Тирион нанес град сокрушительных ударов по королю-чародею, сломав тому оружие и оставив истекать кровью. Сам же Тирион подбежал к алтарю, на котором покоился вдоводел и, наконец, овладел мечом Кейна. В этот момент древнее проклятие одолело потомка Айнариона. Тирион был готов добить поверженного врага, но повелитель Другки спасло вмешательство Карадриана, капитана Стражи Феникса. Сам Ассуриан явил своему избранному правду. Капитан тоже знал, что только Малекит всегда был единственным истинным претендентом на трон. Именно он объединит и поведет эльфийскую расу в последней апокалиптической войне. Он и его подданные отбили короля-чародея и вместе с его армией отступили в храм Феникса. Там едва живой Малекит узнал правду об играх и интригах богов. О том, что все его страдания, шесть тысяч лет войны, боли и предательств вели его именно к этому моменту. Исполненный ненависти, он вновь шагнул в пламя Ассуриана. Оно обжигало его, как и давным-давно. Но в этот раз он выдержал. Да, нормально. То есть, того сделай регентом, ты давай ебись, если что, станешь королем Фениксом в следующем, давай иди туда-сюда. И тут такие, а не, мы предаем тебя, мы это, отбиваем его, насрать. Вот он должен быть. Мы тебе сразу не сказали, а так, чисто по приколу. Аж гони да ебучие. Вскоре он вышел из огня не королем-чародеем, но истинным королем Фениксом. Раны, полученные в битве, были исцелены, а сам он обрел совершенно новую силу. Однако его тело так и осталось обугленным, как напоминание о слабости, которую он проявил 60 веков назад. Жестко. Так, а в итоге, что стало-то с этим, который взял меч Кхейна? Вскоре Малекит занял Лотар, столицу Ультуана. Он удивительно быстро наладил связи и заручился поддержкой тех, кто еще недавно был готов лично выступить против него при первой возможности. Несколько покушений на него закончились плачевно для зачинщиков. Короля Феникса всегда сопровождали по меньшей мере две сотни отборных бойцов из числа его Черной Стражи и Гвардии Феникса. Новый владыка не проявлял милосердия и к тем, кто пытался использовать военное положение для личной выгоды, будучи одинаково суровым по отношению ко всем подданным, старым и новым. Даже когда Черный Ковчег Корсаров-Друкки разграбил несколько окрестных городов высших эльфов, рассчитывая на благосклонность Малекита, он без лишних проволочек казнил адмирала Дрейн и весь ее офицерский состав. Однако и этого было недостаточно. Многие искали повода сбросить владыку эльфов строна, так как видели в нем тирана, которым он был слишком долго. Трения между Асурами и Друкки не прекращались, а Имрик Калидорский был готов лично бросить вызов Малекиту. Но аккуратные и взвешенные слова Теклеса, нового советника короля, сглаживали большинство острых углов. В итоге даже свирепость драконьего князя слегка поутихла. В землях высших эльфов воцарилась шаткая стабильность. Тирион же со своими последователями так и не прекратили военных действий. Ряд князей из мятежных провинций Ультуана встали под его знамена. Более того, он назвал себя королем Фениксом, даже несмотря на то, что никогда не проходил через священное пламя. Раны, нанесенные Ималекитом, изуродовали его, но не убили. Благодаря мечу он стал аватаром Кейна на земле. Заебись! Угу. Ну, чувак немножко ёбудал из-за всего произошедшего. Стал аватаром бога. Резник сможет. Резня! Да? Резня! Эх, что-то хотел ещё сказать. Получается, этот лучник так, я так понял, ни хера и не попытался, либо попытался и совсем не получился. Он видел, что с ассасида произошло, так он м, ладно. Ну, ассасин ссыбался. Получилось сначала по мордасу. Интересно, когда его отпустят. Он же типа, это, не по своей воле это всё делает. вместилищем его духа. Некогда благородное сердце Тириона ожесточилось, а душа требовала кровопролития. Проклятие переходило и на его последователей. Ранее доблестные и благородные, его воины и командиры теперь наслаждались кровавой охотой на пленников и простолюдинов, а некоторые даже ритуально расчленяли своих жертв и пили их кровь. Пипец. Неудивительно, что вскоре и самые отчаянные други присоединились к ним. Те же, кто не утратил разум до конца, наоборот, ушли искать милости настоящего короля Феникса. Тогда же разведчики Тириона доложили ему, что вечная королева наконец вернулась. А Лориэль долгое время пребывала в Атель Лорене, куда отправилась по зову лесных собратьев. Иша, богиня жизни и плодородия, медленно угасала, как и все эльфийские боги. Она отдала свою оставшуюся силу сияющей властительнице Авелорна в надежде сохранить хоть какую-то часть себя в ней. Став аватаром богини и королевой Асраев, она убедила их помочь Малекиту в борьбе за Ультуан. Как бы больно ей ни было, она ясно понимала, кем стал ее возлюбленный Тирион и чем это грозило ее народу и всему миру. Используя таинственную систему телепортации, известную как корни мира, Лориэль со своими новыми союзниками перенеслась обратно на Ультуан. Так я думаю, смотрю у нее сердечко на этом, на копье или на посохе, потом смотрю еще и сердечко на этом, а, еще и на пузе, но на лбу и на этом прям подходит это, чтобы копье можно было вот так зафиксировать и без рук держать. На пузе. Ну а где? А че это? Ясно, понятно. Пузо же? Пузо. Живот. Пузо. Пузо-живот. Живота-пузо. Живузо. Это у нас с тобой пузо, а у нее живот. У всех пузо. Много користи, много осталось. Вскоре Тирион привел войско к ее порогу. Он жаждал овладеть ею, ибо таковы были его судьба и право, как короля Феникса. Так думал он сам. Тирион, которого я знала, не стал бы пытаться забрать меня, словно трофей, ибо требовать не в его праве. Твоя душа опустошилась, и Кхейн заполнила эту бездну. Ты не достоин ни трона, ни меня. Мне жаль. А Лориэль обращается к Тириону в Вавилорне. Разумеется, самозванный король не принял отказа и устремился в атаку на бывшую возлюбленную и ее, как казалось, немногочисленную стражу. Тут себя и явили лесные эльфы. Мощные корни вылезли из-под земли и опутали ноги нападавших, а стрелы градом посыпались из-за окружающих деревьев и укрытий. Это была не самая масштабная битва того времени, но одна из самых яростных. Дикие всадники Курнота атаковали рыцарей Хак-Граэфа. Вечные стражи сошлись с когортами копейщиков Тириона. Амарати вступила в магическую дуэль с самой Вечной Королевой. Она видела в ней воплощение своего древнего врага Ишу и была полна желания отомстить за древнее поражение, когда Гронт пал перед лесными эльфами. Саму Алариэль охраняли Орион, король Дикой охоты и Дурту, древний и могущественный владыка деревьев. Орион знал, что с уходом Иши он более не возродится к жизни, если погибнет в бою, но бесстрашно атаковал всех, кто посмел приблизиться к его новой госпоже. Он сразил десятки рыцарей и воинов, пока не сошелся с самим Тиреоном. Порнокопытная получается? Фавн или сатир, что-то вроде того. Ну, порнокопытная. Порнокопытная, да. Особенно, если фавн. Хотя и сатиры, а не... Зная бэкграунд слуг Диониса, да, скорее порнокопытная, чем парная или не парная. Аватар Курнота был могучим и сверхъестественным существом, но не смог противостоять воплощенной мощи Кейна и в итоге пал жертвой вдоводела. Лорд Дайт, владыка Кейна, естественным... Отвлекся, а то они там спорят, когда стрим начался. Стрим начался в 19-15 примерно. До видосов мы долго добирались, да. Существом, но не смог противостоять воплощенной мощи Кейна и в итоге пал жертвой вдоводела. Бедняга. Лорд Дайт, владыка Таргавана, погиб, сражаясь с сестрами резни и стражей Маратти. Но не от их кинжала или плети. Клинок ассасина забрал его жизнь ударом в спину. Я помню этих тяночек. Веселые девчонки. Угу. Красивые, но пугающие. Фига. Фига. Увидев это, Тирион в ярости направил своего коня Малхандира на Вечную Королеву. Дурту встал у него на пути. Вдоводел глубоко вошел под его кору, но владыка деревьев был не смертным существом, а древним духом леса. Он даже не заметил ранения и отшвернул Тириона далеко в лесной массив. Марати потратила огромное количество магических сил, чтобы отступить с остатками войска. Лесные эльфы и стражи Ави Лорна выиграли этот бой, но понесли великие потери. Пепец. Вскоре Алэриэль предстала перед истинным королем Фениксом. Она вышла замуж за Малекита, как и предписывала ритуальная традиция. Это значительно укрепило его права как владыки Ультуана, а силы Атри Лорена объединились с войсками Ассуров и Друкхи. Кархил, капитан Белых Львов, был благородным и сильным воином. Он поклялся в верности Тириону и сражался рядом с ним во всех его битвах. Но он не одобрял того ужаса, который стали творить его господин и боевые товарищи. Он не поддался зову Кхейна и с каждым разом ему приходилось все сильнее преодолевать себя, чтобы идти за своим повелителем. Он любил свою родину и свой народ и не хотел, чтобы они тонули в крови и сгорали в вечной войне. Кархил понимал, что от прежнего защитника Ультуана мало что осталось, а в его теле нашел свое пристанище бог резни, совративший умы и души всех, кто его окружал. Вдобавок Маратти, омерзительная ведьма, упорно подталкивала Тириона к богохульному преступлению, убийству вечной королевы. Эх, сучара. Две сучары испортили такого мужика. Хотя, этот, Малекит тоже в этом всем поучаствовал с убийством его дочери, вот с этим всем заговором и прочим. Ну да. Он уже тогда, так сказать, паник. Кархил принял волевое и опасное решение. С немногими верными ему воинами он втайне выкрал вдоводел. Господи, почему он в этой миньке похож больше не на эльфа, а на гнома? А, фигурки все такие. Да ну нет, вроде. Они более коренастые, потому что миниатюру такую маленькую сложно сделать в реалистичной. Возможно. В небе Питв он хранился в специальном укрытии, которое сторожили белые львы. Ему понадобилось всего несколько... Мне кажется, что это львиная голову с ними, что там реснички. Ему воинами он втайне выкрал вдоводел. Вне битв он хранился в специальном укрытии, которое сторожили белые львы. Ему понадобилось всего несколько дней, чтобы распределить караулы так, чтобы в нужный час на месте были только лояльные ему воины. Меч должен был быть передан Хелеборн, верховной жрицы Кейна. Она и так была подвержена безумию бога резни сильнее, чем кто-либо еще на свете. В ее руках оружие найдет себе достойного владельца. Ведь ее не интересовали ни власть, ни самовозвышение. Временно ее интересовала только резня. Да, да, да. Стало бы решением проблемы. К Малекиту был отправлен гонец. Король Феникс должен был действовать быстро, чтобы одолеть ослабленного Тириона и, наконец, закончить войну навсегда. Так, я думаю, все, они его одолеть, все убить хотят, помочь ему все уже никак. Не имется. Че не имется? Поэтому и хотят убить, одолеть. даже бывшая возлюбленная вместо того, чтобы помочь, убить хочет. Класс. А меча-то уже и нет. Самое забавное, что Малекит внес в это меньше вклад, чем брат Тириона. Да, самое обидное, я думаю. И не меньше ударившая по нему. К сожалению, этим планом не суждено было сбыться. Владыка эльфов узнал об отчаянной попытке Кархила. А вскоре пришли вести, что войско во главе с Марати разбило силы Хилиборн, пленило ее и капитана Белых Львов заодно. А вдоводел был возвращен Тириону. Благородный предатель был зверски замучен и казнен. Армии двух королей сражались на всем континенте, а сами они не раз пересекались на поле боя. Маликит много раз вызывал Тириона на личный поединок, но тот отказывался. Он опасался вступать в дуэль с избранным Ассуриана, понимая, что на данном этапе их шансы примерно равны. Но с течением времени первоначальный дар Феникса покидал короля-чародея, в то время как аватар Кхейна становился лишь сильнее. Он черпал мощь из резни, которая ежедневно забирала сотни жизней. Тогда Теклис наконец разработал новый план. Он знал, что ритуал пробуждения Нагаша дестабилизировал Великий Вихрь в центре Ультуана, вырвав из него ветер смерти. Теперь Архимаг мог привязать остальные семь ветров к избранным чемпионам, не рискуя при этом балансом Вихря. Эти Великие Войны должны были стать ровнее аватаром богов и усилить в том числе самого Маликита. Это помогло бы сокрушить Тириона и принести мир в земли эльфов. А позже и склонить Чашу Весов в пользу сил порядка в войне с Хаосом, который был уже на пороге Мира Смертных. Маликит со своей армией отправился на Остров Мертвых. Именно там Калидору Смиритель Драконов и его маги на протяжении тысяч лет поддерживали Великий Вихрь изнутри, обеспечивая его стабильность и сдерживая орды Хаоса от вторжения в материальный мир. Теперь, когда первоначальный баланс был нарушен, а демоны уже находили путь в реальность, план требовал доработки. Туда же устремился... Хотел сказать милашки, но нет, это были ебанашки однорогие. Итирион. Это была последняя битва последствия... Туда же устремился Итирион. Это была последняя битва, последствия которой определят форму нового мира. Две огромных армии схлестнулись у подножия воронки. Не было больше разделения между Асраей и Друхи. Они бились бок о бок себе подобными в войне, на которых вели сами боги. Аватар Кейна и избранный Асуриана наконец встретились в личном бою. Малекит слишком долго терпел поражение и теперь, обретя то, к чему всегда стремился, не собирался проигрывать. Он не мог сравниться с величайшим воином эльфийской расы, которым правил бог резни, но бился без страха и сомнения. Он черпал силы из благословения пламени Феникса, а когда оно иссякло из своей бессмертной души. Маратти желала помочь своему возлюбленному Тириону, но не могла этого сделать, рискуя заклятием задеть его самого. А, я думал у нее проснулась любовь к сыну. Не! А, ну да. Че, ребенка нахуй променяла получается? Ну да. Ну, мы ж помним, что она закончена. Ну да. Тириона на самом деле жаль. Потому что изначально как бы сопереживаешь ему. Но в момент, когда он ебдал... я была с самого начала на стороне Малитита. Тем более его киданул собственная мамашка. Он по закону должен был быть правителем. А его прокинули. А Тириону типа заебись. Его дочь принесли в жертву, чтобы воскресить этого Нагаша, так еще и предал и Малитит в этом поучаствовал, и собственный брат предал. И вообще на него повесили обязанности регента. Ему типа норм, да? Вместо этого она пыталась помешать Теклису, который читал инкантации перед вихрем. В конце концов вдоводел разрубил клинок Малитита. Раненый король упал перед своим врагом. Обессиленный и окровавленный он продолжал кричать. Причем самое забавное в этой ситуации, что типа на стороне всех сил добра и обычных эльфов, а не бога резни, находится тот, кто с черным клинком в черных доспехах и на черном драконе, а не кто светлый. перед своим врагом. Обессиленный и окровавленный он продолжал кричать, бросая вызов своему врагу. Когда меч Кейна был занесен для последнего удара, пропила тетива. Алит Анар всадил стрелу в самое сердце Тириона. Король Теней многое обдумал за время войны и понял, что тот, кого он ненавидел 6000 лет и поклялся убить, был теперь спасением его народа. Долго он думал, очень долго. Рефлексия. Я сейчас застрелю этого чела и ушел в рефлексию лет на 5. Просто ты понимаешь, тут все такие пиздолые, хотя бы сел и подумал, что он делает. Ну да. А защитник Ультуана напротив нес лишь страх и разрушение. Марати увидела, как погиб ее она впала в глубокий транс, мощнейшим выбросом магии нарушив великий вихрь. Теклис более не мог контролировать ветра магии, он мог лишь выбрать и провести один из них. Что ты, дура, что ли, совсем кипаньком? Ну все, она это, печалька. Печалька. Притырочная вих... Мир держится на вихре, короче, который нельзя разрушать, который надо охранять от хаоса. нет, я туда шибанул, зашибись, умная женщина. Да там уже была дестабилизация. Ну, она там подсыпала еще проблем немало. Я понимаю, что это, наверное, камень, камешек какой-то, но мне кажется, что это рот, перебинтованный нос и один глаз. Теперь ты тоже это видишь, да? Я тоже это виду. Любовь к сыну вахи у темных эльфов. Да, я понимаю, насколько это наивно звучит. Ну, хотя бы быть союзником своему сыну можно? Да, она уебище. Особенно, когда он законно занял трон. Она уебище. Ты ж помнишь, что она потом еще когда переродилась, тоже опять к нему приходила, опять херню мутила, хоть и тусила с ним. тронировать ветромагии. А Тириона мне все равно именно жалко непосредственно то, что он был героем и нормальным челом, который защищал свой народ. Он повелся на хуйню все равно. В итоге, да, он как-то повелся на хуйню, зачем-то взял этот меч ебаный. Хотя, Малеки, ты уже остановить хотел и не дать это сделать. Теклис более не мог контролировать ветромагии. Он мог лишь выбрать и провести один из них. Он привязал к себе хиш ветерсвета. Ульгу. Вот, сука, привязал к себе. К Малекиту бы лучше привязал что-нибудь. Ну, не факт, что тот, кто не является постоянно магом, может это выдержать, потому что, допустим, Нагаш к себе ветер смерти же привязал, но Нагаш кто? А Малекит тут говорили уже раз 20, наверное, что он маг-король. Это другое. В смысле, он магией владеет? Отлично. Малекит там махался в этот момент. Ну, я думал, он в принципе ритуал, ну, типа, он хотел привязать к Малекиту вроде как какой-то ветер. Я думал, он к нему и привяжет его. Ну, ладно, может еще что-то. Один из них. Он привязал к себе хиш ветерсвета. Ульгу нашел свое пристанище в самом Малеките, исцелив его раны и даровав власть над стихией теней. А, ладно, другой ветер просто сам по себе решил такой. Раз этот уебах ничего не сделал, я сам выберу. привязать к себе можно тот, только который соответствует твоей сущности. Ну, просто... Ну, не только когда ты по-настоящему могущественный. Ну, просто говорилось про то, что типа про ветра прошла, типа была где-то из-за нагаши дестабилизация. какой свет у темного эльфа? Ну, смотри, какая-нибудь чернушка. Да, господи, дай мне закончить, хватит мне перебивать. Говорилось просто, что он собирался вроде как все семь ветров привязать оставшиеся к воинам, чтобы они стали сильнее. И что-то как-то об этом сказалось, и все. Ну, из-за этой дуры он же не смог. Долго, долго рефлексировал. У него нет столько времени, сколько улучника. Это не он рефлексировал. Эти просто замахались там, придурки. А он что думал, ему это, дадут время, нам, делай, что хочешь. Наивно. В конече в самом Маликите исцелив его раны и даровав власть над стихией теней. А Лерель сияющая получила контроль над Гераном, воплощением жизни. Ведь ее натурой всегда была надежда и исцеление. Азир, ветер небес, улетел в направлении империи, в самое ее сердце. Куда отправились все остальные, пока было неизвестно. А рассверепевшие Амарати... Ясно. Амарати опрокинули с ветром. Да, ей вон, дали только сосок в виде камня. Просто я ж говорю, просто был такой рассказан, такой, думаю, так, ну, значит, они идут туда, чтобы он сделал ритуал и привязал к Маликиту и кому-то там еще какие-то ветра. А в итоге что-то там хуевертел этими ветрами. Да, это то, чтобы кастовать очень сложное и могучее заклинание, которое будет управлять буквально потоками магии, связанными со всем миром основными. Оно же вот так делается, да, любимый? Но он же маг магический, могущественный, точнее. Ты же сама мне только что сказала об этом. Ну так, более слабый вообще не смог к этому всему прикоснуться. Так он нихуя и не сделал, только в себя один втянул. В итоге. Шоу успел. Ну да, ну, в принципе, понятно. Может, он ему там попался в потоке, он такой, а ну иди сюда. Ладно, это мой. А все стоят такие, пфф, в этот момент. Собственно говоря, а что, я тоже к себе притянул, нахуй мне к кому-то притягивать. Просто Баликит в этот момент такой, ля ты крыса. Ну да, ну да, пошел я нахер, да? Ну да, темный ветер его все равно выбрал. Любовь к своей расе и темных эльфов. А, ясно. Не остановилась на этом. Она попыталась убить самого Калидора, который находился внутри вихря. Но тот просто схватил ее и держал, пока мир в воронке вокруг них изменялся тысячами путей. В конце концов, из разрыва в реальности показалась огромная рука Слонеж, которая утащила обоих в царство хаоса. Бля, его утащил. Любая непонятная ситуация, Слонеж. Привет, я тут вмешаюсь. Так, добрый вечер. Да? Ну это же Слонеж. Да. И вскоре наступила полная тишина. Малекит поднял меч Кхейна. Сын Айнариона несколько минут смотрел на него. Клинок принимал очертания оружия, которое предпочитал король Феникс. Он обещал ему власти силу, как когда-то Тириону и их предку. Но и его сила угасала, ибо Кейн покинул этот мир вместе со своим воплощением. Молча, Малекит развернулся в сторону океана и выбросил вдоводел его бушующие волны. Вот так проклятию Айнариона пришел конец. А вдруг он там какую-нибудь рыбу или русалку совратит и будет рыбья резня. Ну он же принимает... Я красится океан, да? Да-да-да. Не, но он же может, типа, принимать любую форму? Там какой-нибудь рачок возьмет его? Пиздец. Рачок? Или морской этот суслик. Ну видишь, этот клинок может соблазнить далеко не каждого. Ну да, сильная воля там, все дела. Стальное очко. Что за хуйня? Ну из-за того, что он очень старый маг. Ну и в принципе еще и король феникс. И он знал, что за говно в этом всем скрытое. Ну, не, он же является получается это, ну типа, сила феникс этого, как там его, кто там ему дает? Я забыл уже этого чела. Ну короче, король феникс. Этого говна нам не надо. Да, я такой думаю, блин, вообще король феникс, они проходят через пламя типа становятся королем фениксом. Вопрос, они, а почему они вообще умирают, если они же короли феникса, они должны это, типа, ну как тот феникс, да задолбали, дайте мне уже умереть. Он же не феникс, а король феникс. Ну, хотя бы один раз там. он все-таки, этот же эльф. Вот был бы петухом, все было бы нормально, да? Да, либо необычно, типа, мои полномочия, все. Походу, ну видимо, тут смысл того, что король феникс перерождается каждый раз в новом. То есть, перерождение работает не для них, а для силы. Для монархии. Ну да, типа, для силы, которая в них входит. Она, типа, бессмертна. Войска короля феникса и одержали победу. Ультуан было уже не спасти. Ты так еще спрашиваешь, что бы это уже до хрена времени настоящего короля феникса не было. Ну да. Там были эти, че такие? Долбоебы. Читаю, не Сио в Даск, а Сио в Дакс. Материи, вызванная взрывом великого вихря, спровоцировала серию масштабных катаклизмов по всему материку. Печаль. Огромные цунами накатывали одно за другим. А по всей горной цепи, окружавшей вотчину Асуров, пробудились древние вулканы. Собрав всех, кто был готов покинуть родину, Малекит и Алариэль перенеслись в Атоль Лорен. Тем временем Ультуан поглотила морская пучина. Вскоре Малекит стал править вновь... Я тебе сейчас праву прикинул Саня. Куда ты знаешь, да, Ревс? Куда ты знаешь? Ультуан поглотила морская пучина. Вскоре Малекит стал править вновь единым народом эльфов и был коронован как вечный король. Он знал, что вскоре им предстоит сразиться в последней войне и был готов к ней, как никогда прежде. Пока мир сотрясали события немыслимого до сих пор размаха, раса скейванов неустанно трудилась в своих подземных городах. Их божество, рогатая крыса, нашла выход из тени и заняла свое место в Совете Тринадцати, попутно освободив еще одно. Достойнейший, то есть хитрейший и беспринципнейший из ее народа должен был занять его. Проследить за этим должны были высшие демоны, монструозные крысолорды. Под их руководством клан Скраер готовил нечто невероятное. Серый провидец Тонкуоль обрушил под землю целый квартал Нална. Имперский город был промышленным и оружейным центром страны Хельденхаммера. Они сюжеты этого рассказывают в второй части игры вот этой вот. ХЗ, но там с крысами много всего. У меня такие флэшбеки что-то пошли, что-то же про это же еще рассказывали. Я вторую часть не прошел. Я поиграл в нее пару стримов, но не прошел. Верминтальд? Да, Верминтальд 2. Я так понимаю, сейчас будет пока все... А, хотя нет, оно друг за другом действует. Ну, я так понимаю, потом в итоге все войска сойдутся в одной финальной битве. И обширные запасы пороха из его кладовых попали в руки крыс и людей. Их хватило бы, чтобы разнести в пыль полконтинента. Но план опаснейшего слуги лордов Распада был поистине планетарного масштаба, масштаба. И он был готов вот-вот выстрелить, выстрелить. Буквально. Продолжение следует. А, все, все. Интересно, интересно. Ну, ты как с Кеймин сказал. Интересно, интересно. Да. Они же последнее слово. Предложение повторяют? Повторяют. Ну, да, ну, да. я не это планировал. Извините. Спасибо за просмотр. Увидимся. Продолжение следует...